Старость меня дома не застанет, это называется, да. Мне постоянно что-то интересное, я постоянно что-то для себя новое пытаюсь найти. В этом смысле, я считаю, что вообще не может быть у человека никакого финала карьеры, он сам чем-то должен заниматься. 15.30. В горах над Сочи типичная южная осень. То проливной дождь, то яркое солнце. По ущелью разносятся звуки стройки. Вокруг знаменитые уже на весь мир красные поляны возводят олимпийские объекты. Порой они выглядят как целые города. Этот будет называться Роза-хутор. Тут и ратуша, и гостиницы, и развлекательные центры, и офисы, и апартаменты. Проще сказать, чего нет. Это совершенно другой масштаб. И, во-вторых, совершенно другие возможности для, ну, если хотите, для бизнеса, что ли, да. Олимпиада привлекает совершенно другой уровень внимания, и курорт сразу наносится на карту мира, да, на карту мировых курортов. Так бы было очень тяжело приучить людей к мысли о том, что они могут поехать вот в Сочи кататься на лыжах. Учредителем заявочного комитета Сочи-2014, кроме Олимпийского комитета России, была компания Интеррос, принадлежащая Владимиру Потанину. Мы пытались убедить МОК, Международный Олимпийский комитет, в том, что Сочи – это лучшее место, да. А МОК интересует не только проведение самих спортивных соревнований, не только городская инфраструктура, но в том числе и вопросы наследия Олимпийских игр. Потому что многие Олимпиады довольно губительным образом подействовали на те города, где они проходили. Там вот в Сиднее, например, осталась, ну, просто как такая, не знаю, космическая картина, пустыня, наводненная огромными какими-то сооружениями, которые никак не востребованы, да. И есть всегда очень большое опасение, что после Олимпиады останутся такие следы невостребованности, да. Поэтому, кроме трасс и курортов, в Сочи строят Олимпийский университет. Здесь будут готовить не спортсменов, а спортивных менеджеров. Потанин называет это «связью времен». Не в смысле отцов и детей, а в смысле «могучий до» и тревожный постолимпийской истории Сочи. «До» – всё ладится и строится. После – кто его знает, не забудут ли. Ещё со времён Советского Союза мы, в принципе, гордились своим образованием, да, нашим образованием. У нас люди и образованные, и начитанные, и с хорошим кругозором. В этом смысле это наше конкурентное преимущество, которым мы что-то никак воспользоваться не можем. Вот, и поэтому мы всегда заботились всё-таки о том, как страна, чтобы наши вузы были в какой-то такой престижной линейке. И позиционируя этот университет как такой российский спортивный гарвард, мы в том числе решаем вопрос, ну, престижа российского образования. Я только, извините, не очень понимаю, в чём ваша прибыль? А это не прибыльный, это как раз чисто благотворительный проект. Мы жертвуем на него порядка 150 миллионов долларов. Сначала предполагалось, что её финансировать будут несколько организаций. Но когда грянул кризис, то есть, остались мы одни, ну, потому что у нас вроде как такие морально-психологические обязательства больше, вроде ходили, всех агитировали, что дайте нам олимпиаду, да, ну, значит, вроде как ответить пришлось. Для такой серьёзной компании, как Интеррос, говорит Потанин, вопрос прибыли не может быть единственно важным. Иногда, чтобы доказать серьёзность, нужно идти на убытки. Интеррос – частная инвестиционная компания. И сам себя Владимир Потанин называет в первую очередь инвестором. За 20 лет Интеррос проработал во многих отраслях – машиностроении, нефтянке, металлургии, даже ЖКХ. А сегодня в портфеле у инвестора Потанина акции Норильского Никеля, Росбанка, совместно с СИТ «Женераль», медийного холдинга «Профмедиа», компании «Профэстейт» и «Роза Хутор». До кризиса активов было побольше. Московский офис Интерроса. Корпоративное кафе с видом на Кремль. Знаете, в кризис появляется такое чутьё, что вот, грубо говоря, всё в руках не удержишь, да, и надо уметь как-то от чего-то избавляться. Вот в 98-м году для того, чтобы спасти Норильский Никель, ну, в смысле, спасти свою собственность в Норильском Никеле, сам-то Норильский Никель, слава богу, мощное предприятие, он так вообще легко перемалывает все перипетии, судьбы. Но пришлось продать седан, да, для того, чтобы сбалансировать свои обязательства и кредиты, проблемы и прочее. Но сейчас в этом новом кризисе тоже для того, чтобы сбалансировать свои кредитные позиции и активы, пришлось продать полюс золота. То есть жизнь привлечила к тому, что надо уметь, проходя через кризис, надо уметь, ну, какие-то активы продавать, с тем, чтобы остальное было в здоровом состоянии. Сколько у вас долгов осталось после последнего кризиса? Ну, у Интероса то, что называется чистым долгом, около 2 миллиардов долларов. То есть если, обычно как считается долг, если из всего долга вычесть кэш наличный, который у вас на счетах, получается так называемый net debt, то есть чистый долг. Вот он около 2 миллиардов у Интероса. Ну, что при активах более 12 миллиардов, в общем, на наш взгляд, такая небольшая задолженность. Задолженность появилась в том числе и потому, что перед кризисом Интерос взял кредит на выкуп доли Михаила Прохорова в Норникеле. Чтобы объяснить эту историю, нужно вернуться на 19 лет назад, когда Потанин и Прохоров только познакомились. Познакомились мы с ним очень забавно. Это было 31 марта 91-го года. Вот я пришел в Международный банк экономического сотрудничества. Был такой банк, бывший СЭВовский банк Совета экономической взаимопомощи. Открывать счета для своей организации, для Интероса. И человек, который открывал мне счет, который со мной встречался, был Прохоров. Я зашел в вестибюль, мне навстречу идет такая каланча. Познакомились, разговорились. И вот как-то возникло понимание, что можем бизнесом вместе заниматься. И не покидало лет 15 нас такое ощущение. Это было, возможно, самое знаменитое, самое успешное и самое долгоиграющее партнерство в российском бизнесе. Их союз, казалось, опровергает классический постулат, что бизнес и дружба несовместимы. Потанин и Прохоров даже жили под одной крышей. Вот их бизнес-гнездо. Подмосковный пансионат Лужки. Потанин жил в одном крыле дома, Прохоров в другом. Точно таком же. Все, что касалось их компаний, они решали здесь сообща. Интерос была компанией, которая оказывала консалтинговые услуги в области внешней торговли. То есть я занимался своей профессиональной деятельностью. Когда я познакомился с Прохоровым, то к услугам внешнеторгового характера добавились услуги финансовые. И это была его идея сделать финансовую компанию под это дело. Но мне принадлежала идея создать Анексимбанк, в который пригласить в качестве акционеров внешнеторговые организации, предприятия и так далее. То есть нельзя так сказать, что кто-то однозначно играл роль стратега, а кто-то играл роль тактического руководителя. У нас до определенного периода как раз и хорошо-то было то, что мы слышали идеи друг друга. И может быть и наш разрыв был отчасти связан с тем, что каждый может перерос уже эту ситуацию. И Михаилу, видимо, захотелось больше проявлять себя как первому номеру. Ну, плюс у нас такие характеры очень сильно разные. Но через 17 лет дружба все же дала трещину. Точнее, бизнес-партнерство. Хотя в их случае отделить одно от другого было трудно. Прохоров и Потанин стали делить активы. Сперва хотели сделать все полюбовно. Но здесь постулат о бизнесе и дружбе все-таки сработал. Знаете, когда люди долго связаны между собой, эмоциональный накал большой в отношениях, и расставание тяжело дается. То есть это не просто было активы поделить направо, налево. Много было личностного в этом во всем. Понимаете? Ну, поподробнее. Вот, например, ну, понятно, я, например, обижен, да? И что, я начинаю какие-то бизнес-решения принимать, которые я бы в спокойном состоянии не принял? Нет, тут даже не в бизнес-решениях. Вопрос, ну, вот, например, когда мы обсуждали вопрос, должен ли Михаил руководить норильским никелем, продолжать, после истории, которая в Куршевеле с ним, значит, приключилась. Вот, ну, вот мы здесь не сошлись, так сказать, в трактовке, да? Куршевельские каникулы 2007 закончились для Прохорова тремя сутками заключения во французском КПЗ. Полицию насторожило, что в Куршевель российский бизнесмен привез 16 девушек. Хотя официально обвинений в сутенерстве и вообще обвинений так и не предъявили. А то истории Потанин вспоминает в Сочинских горах. По виду те же Куршевельские. Арест Прохорова – это недоразумение. Все прекрасно понимают, что Прохоров не имеет ничего, и не имел, и не имеет ничего общего с тем, с чем его обвиняли. И он просто попал, ну, в них, в смысле, под горячую руку. Такой, наиболее заметный был, что называется, да? Вот. А горячая рука, то есть французам это настолько надоело, что они решили показать, что мы здесь хозяева. Ну, так, между нами говоря, в отдельных аспектах это действительно выглядит, как такой кич, который немного напрягает остальных. Но после того недоразумения Потанин решил, что Прохоров должен уйти с поста гендиректора Норникеля, чтобы не создавать проблем публичной кампании. Тогда-то цивилизованный развод и перерос в жёсткий разрыв. Его позиция была такая – пока не погашу скандал, типа, из Норильского Никеля не уйду. И когда было всё-таки мною, как управляющим партнёром, решение принято, что он уходит из Норильского Никеля, он воспринял это болезненно. Любого другого директора, я просто даже не советуюсь, просто уволил бы и всё. Ну, так во всём мире. Руководитель крупной публичной кампании, нарвавшись на скандал, неважно, виноват, не виноват, всё, уже никто не разбирается, надо уходить. А здесь, видите, деловая этика накладывается на этику личных отношений. Получается, вроде как, что дружеские отношения это подрывает. В этом смысле с друзьями вообще очень трудно делать бизнес. На увольнение Прохоров ответил асимметрично. Свой пакет акций Норильского Никеля, 25%, столько, сколько и у Потанина, он продал «Русалу» Олега Дерипаски. С «Энтеросом» у «Русала» отношения не заладились сразу. Для вас было неприятной неожиданностью, что Прохоров свой пакет Норильского Никеля продал «Русалу» Дерипаски? Ну, да, потому что было такое понимание, что всё-таки мы с ним договариваемся о том, что он продаст нашим структурам и нашим партнёрам этот пакет. Но это было его право. Ну, это понятно. Но это было сделано специально, чтобы вас подкал... Это вы его спросите. Для меня это было в неком смысле неожиданность, потому что это было в разгар переговоров о том, что мы это могли бы выкупить. Но какие у него были мотивы, я не берусь судить. А почему у вас так резко не сложились отношения с Дерипаской? Да у нас с Дерипаской-то особых отношений и до этого не было. Их и сейчас... Нет, я не могу сказать, что у нас какие-то плохие отношения. Нормально встречаемся, общаемся. У нас просто очень разное видение того, что с Норильским Никелем должно случиться, произойти, как им надо управлять. Олег любит сам всё руками делать. Крутить гайки, разбираться в нюансах производственного процесса. И любит сам командовать. Знаете, как руководители такие раньше встречались, которые сами ехали и на месте руководили. Это не хорошо, не плохо, просто у меня другой стиль. Я предпочитаю делегировать полномочия в управленческой команде и её контролировать по более или менее прописанным правилам. В случае с Норильским Никелем, я считаю, что у Совета директоров Норильского Никеля достаточно полномочий и функций для того, чтобы интересы акционеров защищать и вообще присматривать за ними. В июне этого года на Норильском Никеле прошло собрание акционеров, которое усугубило конфликт. Восемь мест в Совете директоров заняли люди Интерроса и дружественного ему менеджмента завода. Русаловцам досталось три места. В ответ компания Дерипаски потребовала досрочного переизбрания Совета директоров и смены менеджмента Норникеля. Потанин такой необходимости не видит. Если Норильский Никель за последнее время зарабатывал деньги для своих инвесторов, то есть те, кто вкладывали деньги в Норильский Никель, они заработали. Вот, например, Внешэкономбанк, по словам премьера Путина, когда он был в Норильске, заработал чуть ли не 200% годовых. А Русаловцам для своих инвесторов деньги пока теряет. Процентов 30 потерял с момента IPO. И у меня претензий нет, а вопрос есть, почему я должен доверять управлению компанией, в которой у меня около 30% акций, команде, которая в текущем моменте демонстрирует убытки на другой сопоставимой по масштабам компании. Я не нахожу на это ответа. И чтобы у меня не было претензий к Олегу, я думаю, что лучше бы, чтобы Норильским Никелем управляли так, как сейчас управляют. Норильским Никелем, а не так, как управляют Русалом. Нет худа без добра. На фоне конфликта с Русалом улучшились отношения с Прохоровым. Потанин продал бывшему партнёру их последний совместный актив, девелоперскую компанию «Опин», занимающуюся строительством и продажей недвижимости. Честно говоря, это скорее стало следствием того, что нам уже особо нечего делить. У нас нет друг друга особых претензий, у меня, по крайней мере. Поэтому это скорее следствие, а не причина. Сделка по «Опину» совершается, потому что мы другое направление в бизнесе недвижимости выбрали. Сделали компанию «Профестейт», которая сейчас управляет и консолидирует все активы недвижимости «Интероса». Это и проекты в Сочи, строительство горнолыжного курорта «Роза Хутор», это и строительство гостиничного комплекса и российского международного олимпийского университета, это и новые посёлки под Москвой, и новые бизнес-центры в Москве. Короче говоря, вся тема с недвижимостью примерно где-то объёмом инвестиций порядка 2,5 миллиардов. Это у нас консолидирована новая компания. Новая компания называется «Профестейт». Полтора миллиарда из двух с половиной пойдут на строительство уже помянутой «Розы Хутор». Да, сама идея возникла ещё в 2002 году, когда был чемпионат мира по горным лыжам в Австрии. И в этот момент как раз Путин находился с визитом в Австрии, и президент пригласил его покататься на лыжах. И, соответственно, меня ещё несколько человек пригласил за компанию покататься, и как-то, что называется, за чаем после катания стали рассуждать о том, что как они здесь здоровы, да, как всё организовано, люди отдыхают, катаются, настроение у всех хорошее. Вот, что бы нам такое, да. Стали изучать, наняли очень известную канадскую фирму, которая делала многие курорты, в том числе вот Ванкувер, например. Они почти целиком делали дизайн под Олимпиаду. Вот, они стали помогать нам изучать эту местность, и выяснилось, что вот «Розы Хутор», то есть то, где мы сейчас находимся, и ещё вот туда дальше, Энгельманово поляно, это самое лучшее в мире неразвитое, так сказать, место. В мире? В мире, да. Но я обращаю внимание на то, что это неосвоенное, лучшее неосвоенное место. Вы какое-то личное участие принимали в выборе архитектурного облика всего этого? Нет, это убило бы весь проект. Моё личное участие в выборе архитектуры, я не знаю, не хочу проводить известные аналогии, но, как правило, когда начальники начинают что-то сами рисовать и планировать, это приводит, в лучшем случае, к анекдотическим результатам. А это должны быть богатые люди? Сколько будет стоить квартиры в «Розы Хуторе»? Нет, это рассчитано на, вообще на такого, на российского туриста, это рассчитано на средний класс, и здесь есть, скажем так, более дорогие апартаменты и номера для, скажем так, верхнего слоя. Аппар-мидл. Да, да, совершенно верно. Ну и предусматривается, что сюда могут люди приехать покататься с достаточно скромным достатком. Имеется в виду, вообще, концепция, что здесь люди могут приехать и покататься по качеству, как в Европе, но, во-первых, будет дешевле и, во-вторых, более доступнее. Доступность в чем заключается? Ну, во-первых, начиная с того, что нет вопросов виз, нет вопросов языкового барьера, который всё-таки для многих наших соотечественников продолжает быть определённой проблемой. Ну, знаете, про то, что не нужно виз, и про то, что качество будет не хуже, я верю легко, а вот по поводу того, что это будет дешевле, можно усомнюсь? Потому что про Сочи как раз хорошо известно, и про Красную Поляну в частности, что это совсем не дешевле, чем в Европу съездить. А знаете, я думаю, одна из главных причин, она лежит на поверхности, нет конкуренции. Хорошее качество и доступные цены рождаются, когда есть конкуренция. А когда её нет, люди чувствуют себя монополистами и загоняют, так сказать, цены и прочее, не заботятся о том, чтобы клиент захотел к ним вернуться. Так что, собственно, изменится? Изменится многое. Значит, во-первых, здесь есть наш курорт, во-вторых, есть Газпромовский курорт, да, который сам по себе развивается. Есть Альпика-сервис, Крайв строит карусель, здесь много проектов, которые будут конкурировать между собой. Это насколько длинная инвестиция? То есть, когда вы планируете окупить все эти вложения огромные? Это очень длинная инвестиция, скажем так, мы говорим о десятилетнем периоде окупаемости. Интерросу, в принципе, сильно помогает вообще в других бизнес-проектах то, что вы здесь участвуете в этой олимпийской стройке и вкладываетесь в неё? Ну, знаете, коротко говоря, не очень. Скорее даже приходится свой собственный ресурс, наработанный, так сказать, годами, расходовать на то, чтобы пробивать какие-то вопросы, связанные с Олимпиадой. То есть у самого государства, как у совокупности там чиновников, да, и их мировоззрения, нет понимания того, что большой бизнес в вашем лице делает государственные проекты, государственное дело? Ну, у нас вообще в стране нет понимания того, что частный бизнес делает что-то государственное. Даже я в некотором смысле, ну, с некоторым недоумением вижу, что это часто противопоставляется. Если ты вообще кто, ты государственный человек или частный? Я, например, в качестве частного лица, ну, иногда чувствую себя гораздо более патриотично настроенным, чем иной чиновник. В 1995-м Патанин от имени консорциума банков предложил государству идею залоговых аукционов. Правительство предоставляло крупные госкомпании коммерческим банкам во временную собственность. Взамен государство получало у этих банков крупные кредиты. Так было в теории. На практике ни одно из заложенных предприятий к государству не вернулось. И говоря о несправедливости 90-х, многие приводят в пример именно залоговые аукционы. Хорошая рыночная идея была. Но в процессе она была очень сильно искажена. Ну, скажем так, правила этих аукционов свелись к борьбе за контроль над предприятиями между, скажем так, новой порослью бизнесменов и старыми номенклатурными красными директорами. Впечатление о том, что это была государственная собственность, которую продали, она только немного преувеличенная. Это была собственность, которая полностью была на откуп отдана старой номенклатуре. Они что хотели там, то и делали. Кроме курорта, Потанин строит над Красной Поляной горнолыжные трассы. В 2014-м это будут олимпийские объекты, а уже в 2012-м тут пройдет этап Кубка мира по горнолыжному спорту. По мнению экспертов, склоны идеально подходят для соревнований. Вот только место не освоенное. Подъемники строятся также на деньги Потанина. А у вас есть ощущение лично у вас, что 90-е это несправедливое время? Ну, конечно. Конечно, есть такое ощущение. Сколько у нас людей пошло в мелкий и средний бизнес, ну, совершенно не по специальности, после хорошего физико-математического, какого-то технического образования. Я это очень хорошо помню. А как так случилось, что вы подошли таким подготовленным к 90-м годам? О, это отдельная история. Я же родился в семье дипломатов, в семье работников внешней торговли. И очень много с родителями путешествовал, был в разных странах, учился за границей. Довольно хорошо знал, скажем, ну, не только иностранный язык, но и, в принципе, как устроен западный мир. Он для меня не был закрытым. Потом, после окончания института, я работал в Министерстве внешней торговли шесть с лишним лет. А это тоже контакты с иностранными фирмами, торговля с ними. То есть я в некотором смысле в мировой бизнесовый процесс был вовлечен. Опять же, вот, все-таки многие ориентируются на то, что прорвались те, кто имели связи, например. Да, правда, связи имели большое значение. Кто-то не без основания скажет, кто смел, тот и съел. Вот кто решился что-то такое заняться, в момент, пока это было новое и необычное, вот, значит, тоже заработали. И это правда. Но, тем не менее, насколько бы не был важен фактор, так сказать, удачи, оказаться в нужное место в нужное время, нужно было быть подготовленным. Я вот себя чувствовал очень подготовленным. Я, собственно, чем начал заниматься-то после того, как сделал Интерос? Начал заниматься консультированием в области внешней торговли. Вам приходилось в 90-е жестко агрессивном режиме разговаривать с вооруженными людьми? Нет, не приходилось. Я, опять же, вот, видимо, я человек достаточно везучий, потому что я этого избежал. А когда я открыл свой бизнес, это были обслуживания контрактов внешнеторговых организаций или заводов, которые что-либо поставляли за рубеж. И бизнес, которым я занимался, он был очень непонятен всем, да, и непонятно было, где там вот, с чего там получать, грубо говоря. И поэтому я как-то это дело миновал. Ну, плюс у меня были солидные клиенты, крупные заводы, внешнеторговые организации. То есть это была такая среда, не подверженная, что ли, криминалитету. Создали мы интерос в 90-м, но, скажем так, первые 100 тысяч долларов я заработал в начале 91-го года. Ощущение богатства приходит, когда ты сам за себя можешь заплатить. Вот такое самое первое ощущение, что ты богат. Когда ты сам за себя можешь. Какой год? Помните? Ну, 91-й год. 91-й год. С тех пор вас не покидает это ощущение? Или ты к нему привыкаешь и перестаешь замечать? Знаете, меня это ощущение не покидает, но в этом смысле к большим деньгам или даже просто к богатству нужно быть подготовленным. Я наблюдал очень богатых людей, очень серьезных людей, которые круто решали вопросы в своих странах. Я наблюдал, как они себя ведут. Они старались в подавляющем большинстве своем вести себя достойно. И я с очень раннего возраста усвоил правило, что большие деньги требуют большой культуры. То есть вот у меня опыт, который я наблюдал, мне помог быстрее через себя пропустить. И, грубо говоря, от китча быстрее отказаться. Я не сбежал его. Тоже были там свои заскоки. Но я очень быстро этим переболел. И, соответственно, не успел ничего такого наделать, о чем бы сейчас жалеть приходилось. И я считаю, что многие люди, которые, скажем так, не смогли с этим справиться, многие вообще не смогли до сих пор с этим справиться. А те, кто справился, многие из моих даже знакомых, они переболевали гораздо труднее, чем я. Ну, уже это реально очень трудно. Вот когда, поверьте, когда сваливаются большие деньги, большие возможности, удержаться от китча, от такого, ну, скажем так, неправильного и оскорбляющего окружающих поведения, ну, очень нелегко. Потому что все тебя стимулирует к тому, что ты все, ты вот герой жизни, жизнь удалась. Сейчас происходит объективно некоторое торможение развития этой среды по причине очень большой роли государства в экономике вообще, в бизнесе в частности. Появляется такой старший брат или дядя, который говорит, что надо делать. И в этом смысле вопросы саморегулирования начинают отходить на второй план. Он, конечно, может этот старший брат наказать за неправильное поведение, но ответственность, ну, получается, вроде как у него, да, это немного расхолаживает. Но если кризис, тогда нужно рассчитывать, что помогут. Да, кстати, тоже, веди себя прилично, и вроде как будет все нормально, а в кризис помогут. Ну, а вообще-то говоря, лучше бы так перейти от этого стандарта к тому, что вести себя надо прилично. Не потому что тебя кто-то за это накажет, потому что ты считаешь, что правда так надо делать, да, а в кризис не надо ни на кого рассчитывать, а как-то считаешь, что ты сам должен выкручиваться. Ну, так в идеале бы, да. Скажите, а вот сейчас в сравнении с 90-ми в вашей среде вырабатывается какой-то, ну, свод того, что прилично, что неприлично? Безусловно. Вырабатывается, и в этом смысле, ну, конечно, 2000-е годы сильно отличаются от 90-х. Ну, вот многие сейчас вещи, которые были нормальны в 90-х, сейчас почитаются, например, неприличными. Вы в своем кругу человека осудите, если он так себя готовится. Ну, с осуждением у нас не очень, потому что все-таки еще такая молодая среда. Сколько лет должно пройти, прежде чем такой свод правил неписанных утвердиться? Или он никогда не утвердится? Нет, он утвердится, но это такая поколенческая проблема, это вот не... Ваши дети это будут? Ну, или внуки. Это долгая тема. У Владимира Потанина трое детей. Младший сын Василий учится в гимназии, построенной на деньги отца. Средний сын Иван заканчивает МГИМО. Старшая дочь Анастасия недавно закончила спортивную карьеру и теперь менеджер в компании Роза Хутор. Ну, у нее с мозгами все в порядке, поэтому она как к кем бы энтузиазмам ни относилась, так сказать, к спорту и ко всему остальному, ну, понимаешь, что в какой-то момент надо останавливаться, потому что это, ну, и травмы там, и все остальное. Анастасия Потанина – заслуженный мастер спорта и многократная чемпионка мира по аквабайку – одному из самых зрелищных и самых травмоопасных видов спорта. Решение уйти из спорта на пике карьеры Анастасия приняла сама, ведь кроме медалей у нее еще и диплом МГИМО. В группе «Интерос» много компаний, да, большая структура, и там невозможно за всеми опекать, за всеми присматривать. Я часто обращаюсь за советом, очень ценю их, но между советами, опекой и помощью здесь, как бы, своя граница, своя разница. Сегодня Настя с мамой пришли посмотреть футбол в ту самую Павловскую гимназию, построенную Потанином и партнерами в Подмосковье. Потанин самый младший играет против отца. Потанин старший, он не только инвестирует, он физически вкладывается в гимназию. По субботам ведет тут футбольный клуб. Ну, это скорее такой, знаете, скорее не в чистом виде преподавательской работы, а скорее тренерская работа. То есть я вот для среднего своего сына проводил в школе мастер-классы и такие деловые игры, да. Здесь вот пытаюсь, так сказать, секцию организовать футбольную. Здесь, ну, конечно, педагогическая основа всего этого, но все-таки есть элемент тренерской такой работы, да. Так что, больше тренер, чем педагог. Павловская гимназия открылась год назад и, как надеются отцы-основатели, со временем выйдет на самоокупаемость. Говорить о прибыли в этой сфере не приходится. Слишком большие расходы, несмотря на то, что и обучение недешево. Хорошее образование в России постепенно становится уделом состоятельных родителей, ну и, соответственно, состоятельных детей. Такая проблема, о которой вы говорите, она существует. То есть, скажем так, риск того, что дети из менее обеспеченных семей не смогут получать такое же качественное образование, как дети из богатых семей. Но я считаю, что с этим можно и нужно бороться. Потому что качественное образование возможно только в среде конкурентной, которая отбирает лучших не по материальному признаку. Вы богатых семьях часто воспитывают именно так, что ты наследный принц, что захочешь, то и получишь. Ну, может быть, одна из задач этой школы как раз с этой тенденцией бороться. Потому что здесь принимают детей исключительно по их знаниям и по их желанию учиться. И желанию следует стандартам школы. Я могу вам сказать, что довольно большому количеству детей из весьма обеспеченных и даже известных семей было отказано. Педагогическим коллективом более чем серьезно. Я даже пару звоночков получал на эту тему. Помимо прочих благ, решили в гимназии, богатым школьникам нужна интеллектуальная конкуренция. И с этого года запустили систему грантов. Их получают особо одаренные дети, не особо богатых родителей. А вы видите тут какую-то проблему психологическую для подростка, когда все сверстники из богатой социальной среды, а он пусть и талантливый, но и более бедный? Конечно, вижу. Вообще вопрос, который вы поставили, что такая вот хорошая школа, она очень дорогая. Да, конечно, это выставляет определенный барьер. Но это уже работа педагогического коллектива и родителей для того, чтобы создать такую среду, в которой дети бы чувствовали себя комфортно и больше обращали бы внимание на занятия, на дополнительные занятия, чем на все остальное. То есть вопрос, как создать детям комфорт. А проблема, конечно, существует, она никуда не уходит. Но она и в обычной школе не уходит. Там часто бывает другая проблема. Среди детей, так сказать, такого среднего достатка появляется два-три, наоборот, более обеспеченных. То есть эта проблема во все стороны играет, и с ней просто нужно работать. А в вашем кругу многие отправили детей за границу с мыслью о том, чтобы они там и остались учиться? Многие. Многие. И не только в моем кругу, а, так сказать, и в более широком кругу. В моем тоже, я вам скажу. И это немного, как сказать, не то чтобы так горчало, потому что, с одной стороны, получение хорошего, качественного образования, вроде то, что мы хотели и хотим для своих детей. Но я обращаю внимание на то, как дети, на длительное время уехавшие сначала в западные школы, поступившие там в колледжи и поступающие в университеты, ну, они, конечно, перестают быть россиянами. У них, в мягком смысле, даже в разговоре начинают появляться такие иностранные интонации. Обороты, обороты такие. И обороты, и интонации. Вот первое, что начинает выдавать человек, долго живущий за границей, он говорит себе правильные слова, он знает наш сленг, вот и все, он продолжает смотреть наши фильмы, то есть он не отстает, но у него появляются такие, немножко такие европейские или американские такие интонации, нотки, ударения. Да, это, конечно, так сделано. Да, вот примерно так. Потанин уверен, большие деньги детей портят. Недавно он объявил, что его огромное состояние пойдет на благотворительность, а наследникам будет обеспечен лишь необходимый минимум. А этот минимум вы как определяете? Минимум же для каждого свой. Ну вот, если говорить о цифре, я вот, у меня такая формула, да, дай миллиард, убьешь человека, да, дай ему миллион, ты ему поможешь. Вот, видимо, как это. Миллион долларов. Ну, наверное, как-то так. Вот, кстати говоря, я вот часто читаю в прессе про то, что пишешь, что я вот через 10 лет собрался там что-то такое сделать со своим наследством. Это не совсем точно, потому что я все уже сделал, чего нужно было. То есть благотворительностью я уже давно занимаюсь. Последние 10 лет где-то миллионов по 10 примерно долларов я своих личных расходую на благотворительные нужды. В ближайшие 10 лет цифра будет 25 в год. В 1999-м Потанин открыл благотворительный фонд, который финансирует из личных средств. На интернет-сайте о фонде сказано так. Работаем с теми, кто способен изменять себя и готов помогать развитию общества. Для вас это какая-то частная история, которую вы там не любите придавать огласки, или это для вас тоже часть такой общественной функции, которую нужен крупный бизнесмен нести? Нет, почему? Я считаю, что об этом надо говорить. То есть этим нет смысла такого совсем выставлять на показ, но стесняться этого не надо. Это естественный порыв. Люди этим занимаются для того, чтобы сделать жизнь вокруг себя более привлекательной. Отчасти делается из эгоистических соображений. Я живу в стране и в обществе, в котором много проблем. А я хочу, чтобы люди, которые вокруг меня были, этих проблем меньше испытывали, чтобы они там чаще улыбались, чтобы им было веселее и радостнее. И поэтому я что-то должен сделать. Не могу просто сидеть и этого вот так желать, абстрактно. Но что-то надо делать. Ну и делаешь, ну расскажи об этом. У нас, например, в Конаковском районе, в Тверской области, большой бизнес недвижимости. Ну и что нам не взять шефство над районом в плане вот такой пожарной безопасности? Вроде там и деньги-то, честно говоря, не такие большие. Но это нормально. Что тут плохого? А почему-то, что-то я так смотрю, интернет-сообщество, все прям взорвалось. Вот там на горе людей пиар делают. Да мы вроде помочь хотели, да? И помогаем. Ну что тут плохого? А народ ерничает, говорит, вот там. В интернете, знаете, всегда ерничают. Ну, нет, нет. Такое место. Я, как раз, хочу сказать, что я к этому, я этого не понимаю, но я к этому философски отношусь. Он скажет, ребят, я же не у вас сделал, я же вам дал, да? Ну поэтому, ну вам не понравилось, как я это сделал? Ну ничего, переживете. Потом можете оцените. Вы к зависти привыкли, наверное, на вас обращенном. Ну, слушайте, все люди, которые что-то в жизни добились, они с этим сталкиваются, да? И надо уметь к этому терпимо относиться. В горах над Сочи снова дождь. Пережидать его уходим в лес. Здесь идут археологические раскопки. Их тоже финансирует Потанин. Это по закону положено. Строясь в таких местах, нужно проводить археологические изыскания. Добрый день. Здравствуйте. Слушайте, вы лучше понаходили, да? Ну это как бы маленькая часть того, что наиболее, скажу так, экспозиционно, и в общем, в дальнейшем можно будет выставлять. А вот то, что говорили, возможно, относится к первым векам до нашей эры, то, что нашли греческого, так называемого, периода. Ну вот это, видимо, вот эти подоследования. Возможно, что речь идет об этих выражениях, но их надо еще смотреть, они, в принципе, не очень хорошо датированы. Если ты добился успеха, пробился, что называется, в жизни, то облагородь среду вокруг себя. Вот насколько руки... До каких границ? А вот насколько руки дотянутся... А у вас куда дотянулись руки? Вот когда я работал в правительстве, ну у меня было такое впечатление, что у меня дотягиваются руки до, так сказать, ну большинства важных социально-экономических проблем. В августе 96-го Потанин был назначен первым зампредом правительства. Он курировал работу Минэкономики, Комитеты по антимонопольной политике и управлению госимуществом. Тогда, вскоре после победы Ельцина на президентских выборах, многие говорили, что Потанина во власть лоббировать интересы делегировал олигархат. Нет, это не так. Это вообще абсолютно ничего общего с действительностью не имеет. Это миф. Нужен был именно бизнес-подход. Бизнес-подход в построение государственной системы управления. Вот был мотив, по которому меня Чубайс рекомендовал, а Ельцин пригласил. А с так называемым олигархатом у меня скорее были конфликты. И многие из моих коллег меня поняли. И в частности, например, Фридман, Фодорковский, Гусинский, они эту линию признали. Они сказали, да, годится, хорошо. То есть в некотором смысле, если ты, скажем так, не будешь создавать преференциальных ситуаций для кого-нибудь из нас, ну или для своего собственного бизнеса, мы к тебе, так сказать, претензии, условно говоря, иметь не будем. Но у нас были и другие коллеги, возглавляемые в печальной памяти товарищем Березовским, которые по-другому, наверное... И они стали против вас играть. То есть Березовский любил играть роль Распутина. И в какой-то момент он внушил Черномырдину о том, что я для него это угроза, что у меня очень много полномочий, что я могу понравиться Ельцину, и что меня чуть ли не вместо него могут назначить. Потанин проработал в Белом доме всего 7 месяцев и вновь вернулся в бизнес. Хотя отношения с властью начались у него задолго до государственной должности. Он входил в достопамятную семибанкирщину. Так бизнесменов, влияющих на политику, окрестили в марте 96-го, после легендарной встречи Бориса Ельцина с крупнейшими бизнесменами страны. Про них еще говорили профсоюз олигархов. Вот эти знаменитые кадры. Сейчас иных уж нет, а те далече. На плаву, то есть в стране, в бизнесе и в медийном пространстве, остались только Михаил Фридман из Альфы и Потанин. Приходит понимание ответственности, если хотите. И вот когда оно приходит, тогда начинаешь из большого огромного конгломерата, такого всеядного, который все, что плохо лежит, готов скупать, покупать, реструктурировать. И сам себе кажешься таким профессионалом в любой области. Что захочу, то и сделаю. Постепенно приходит осознание того, что каким бы ты сам себе умным ни казался, то есть твои возможности ограничены, и квалификацию ты не везде можешь проявить. И количество объектов в управлении у тебя может быть ограниченное количество. И ты начинаешь сжиматься до размеров, в которых ты можешь действовать эффективно, убедительно для себя и, так сказать, не конфликтовать с самим собой на разрыв. Но ни эволюционные, ни кризисные операционные сокращения не затронули любимый актив Потанина – холдинг «Профмедиа». Самая крупная в России медиагруппа делится на пять сегментов. Телевидение, каналы ТВ-3, МТВ «Россия» и «Дважды-2», радио, «Энерджи», «Юмор-ФМ», «Радио Алла» и «Авторадио», печатные СМИ, журнал «Афиша», в интернете «Рамблер», «Лента.ру», «Портал 101» и «Афиша.ру». Кинопроизводство, кинопоказ и дистрибуция, «Централ Партнершип» и «Синема Парк». Это 17 кинотеатров по всей России, в общей сложности 140 кинозалов. Говорят, что к бизнесу нельзя привязываться, да, это такое неправильное отношение. Это же не люди, да, привязываться можно к людям, а к бизнесам нельзя. Тем не менее, сно, невозможно избежать какой-то такой личностной окраски. Какой-то бизнес нравится, какой-то к нему равнодушен, да. Вот мне бизнес кинотеатров очень нравится. Ну, во-первых, кино. Мы все с детства ходили в кино. Я сам люблю ходить в кино, у меня семья вся любит ходить в кино. И вообще, в России есть традиция посещения кинотеатров. Особенно в городах, конечно. С советских времен, да, сейчас. Плюс все-таки это товары и услуги для населения, да. Ну, вот тоже важно, что какой-то производимый товар или услуга, он вот точно востребован, да. И приходишь к кинотеатру, видишь, что, ну, здесь все здорово так, для людей организовано, молодежи много, вот. В общем, короче говоря, мне этот бизнес очень нравится. Плюс здесь куча такого простора для того, что сейчас модно называть инновациями. А по какому принципу отбирались активы, которые вы покупали в профмедиа? Или достаточно случайным образом это все происходило? Ну, когда есть общая стратегия, то есть покупка активов, которые связаны с рекламным рынком российским, да, это такая вот общая стратегия. Дальше выбираются уже, ну, достаточно оппортунистически из того, что продается, то, что подходит. Как правило, мы исходили из того, что в каждом из сегментов, куда мы входим, нужно занимать, ну, такие более или менее лидирующие позиции. Вот. Поэтому, ну, собственно, кроме телевизионного рынка, ну, где понятно, что лидирующие позиции занимают известные, так сказать, государственные, квази-государственные каналы, во всех остальных сегментах рынка профмедиа стремится занять лидирующие позиции. По радио, радиохолдинг номер один на сегодняшний день, вот синемопарк, в котором мы находимся, это тоже фактически сеть номер один. Медийный бизнес Потанина начинался с печатных СМИ, «Известий» и «Комсомольской правды». С «Известиями» не обошлось без конфликта. После покупки газеты часть коллектива во главе с главным редактором Игорем Голимбиовским ушла и создала при поддержке Березовского новые «Известия». Со временем у профмедиа изменились приоритеты, ставку сделали на развлекательные СМИ, «Известия» и «Комсомольскую правду» продали. Любая газета, любое средство массовой информации, это тоже бизнес, это тоже организация со всеми своими проблемами. Если организация хорошо управляется, значит акционеры поддерживают менеджмент, к нему относятся лояльно. Если менеджмент себя не оправдывает по каким-то причинам, или у акционера есть впечатление, что он не оправдывает, то он этот менеджмент меняет. Поэтому руководство профмедиа совершало те кадровые шаги, которые считало на тот момент целесообразными и в интересах развития газеты. И вот если вы поинтересуетесь, то вам любой скажет, что в «Комсомольской правде», что в «Известиях», что мы никогда не лезли в редакционную политику, никогда не просили там какие-то материалы поставить, какие-то снять. Вели себя в этом смысле, на мой взгляд, очень корректно. Но это же очень сложно. Мы же знаем, что все равно звонят, как правило, недовольные, влиятельные люди, недовольные изданием, звонят акционеру. Да. Так оно, по крайней мере, раньше это очень была распространенная практика. Она, кстати говоря, в некотором смысле подтолкнула меня к решению о том, что и «Комсомольскую правду», и «Известия» следует продать. А вот решение какого уровня, начиная с какого уровня с вами согласовывают как с акционером? Продажу и приобретение активов? Продажу и приобретение магистральной стратегической направления развития. То есть, ну, к примеру, в целом, как действуем, там, расширяем тот же самый, например, «Синема парк» за счет новых приобретений или за счет органического роста? Или там, скажем, политику в отношении распределения итогов финансовой деятельности? Ну вот, например, там, из последних новостей в медийных кругах, что «Большой город» продан вами Наталье Синдеевой, тоже известному человеку на медиарынке. Эти решения согласовываются с вами? Или это даже вы не вникаете? Это нет, это менеджмент сам определяется. Я стараюсь в такие вопросы не вмешиваться, потому что, ну, иначе людям очень тяжело работать, да? Если их по всем вопросам контролируют, у них низкий уровень самостоятельности, а менеджмент должен, на мой взгляд, иметь широкие полномочия с тем, чтобы и спросить с него можно было. Такая мелочная опека, она вредна, она демотивирует и размывает ответственность. Не исключение из этого правила и входящая в профмедиа компания «Централ Партнершип». Это ее менеджмент отдувается за коммерческий провал предстояния Никиты Михалкова и за коммерческие триумфы «Боя с тенью», «Побега», «Сериалы ликвидации». Пользуясь тем, что у вас есть вот киносъемочный актив, что называется, вы для себя, даже не как бизнес, а просто для себя лично, что-то такое не думали, там, не знаю, сценарий написать, фильм снять. Вы понимаете, нельзя смешивать баловство и дело, да? Я, на самом деле, скорее про баловство спрашиваю. Баловство – это вот можно поучаствовать в корпоративных капустниках, в КВНах, которые мы очень любим проводить, во всяких творческих вечерах. Но всерьез влезать там в процесс съемки фильмов – это глупо и несерьезно, да? Ну, потому что это дело, это дело, дело с большой буквы, да, это бизнес. И влезать туда – это значит портить жизнь людям, которые этим занимаются профессионально. Для вас много значит, что вы привыкли с этим человеком работать, и вам тяжело с ними потом расстаться? Да, я в этом смысле консервативен, я к людям привыкаю, мне с ними тяжело расставаться, вот. Это создает определенные проблемы. Для бизнеса? Ну, естественно, да. Вот, потому что появляются какие-то элементы сентиментальности, и когда принимаешь какое-то необходимое по бизнесу решение, ну, это всегда затрагивает людей, да? Вот, ну, часто эти решения даются, так сказать, непросто. Лететь из Сочи Потанин приглашает на своем самолете. И где же, как не здесь, на такой высоте, над вечеряющими просторами Родины, поговорить о главном? Ну, когда мы привыкнем к тому, что не страшно, если человек зарабатывает деньги из-за того, что он что-то делает полезное? Ну, зарабатывает, ну, ради бога, ну, зарабатывает и, ну, если ты пользу приносишь, если ты вред приносишь, ну, это другой вопрос. Ну, если пользу? Я уж не говорю про благотворительность, да, там еще хуже. Человек вроде что-то такое делает, он говорит, о, это из-за пиара. Да какая, а если из-за пиара? Ну, и что? Он же отдал, а не взял. Вот привыкнуть бы нам уважительно относиться к успеху других людей, да, к их способности что-то такое хорошее сделать. Ну, просто взять это, оценить. Вот не задумываться над тем, а зачем он это, а может, у него какие-то задние мысли. Ну, какие у него не были мысли. Вот ничего хоть не было, а вот чего-то после его появления стало и наступило. Ну, и радуйся, и похвали его за это, пожми ему руку, скажи, ну, либо спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok